Вчера были завершены работы по подъему вертолета со дна Братского водохранилища. Вот это проводилось таким старым известным способом, который уже практикуется на протяжении нескольких лет уже на Байкале, по подъему автомобилей. Принцип следующий. Делается майна, которая под размеры предмета, которые достаются дна, в данном случае под размеры вертолета. На расстоянии 15-20 метров от нее бурится лунка, откуда вставляется бревно. На бревно заводится трос, который предварительно опускается на самолет, и рукоятка, которой это бревно начинает вращаться. Называется это ворот. С помощью таких приспособлений ежегодно со дна Байкала, это пролив Малое море, поднимается где-то до 10 автомобилей. Но в данном случае этот способ, который отработан спасателями в Иркутской области, он себе показал эффективность. Также при подъеме предмета, крупного предмета, подчеркиваю, весом где-то порядка 2 тонн с глубины 65 метров. Поисково-спасательные работы у нас еще продолжаются, потому что ведутся поиски еще одного пилота, который находился на борту вертолета. Результаты пока прогнозировать не можем, потому что есть определенные сложности. Это и глубина, это и ледовый покров, который уже стоит. Это и течение, которое присутствует в данном районе. По результатам поисков уже будет информирование дополнительно. Редактор субтитров А.Семкин